Лесные дьяволы Атамана Зеленского Армии и войны Кризис на Украине 16 мая 7.13 Лесные дьяволы Атамана Зеленского Украина укрепляет границу с Белоруссией срочно формируемой бригадой егерей. Виктор Сокерко Комментариев просмотров 5492 Фото Зюма Ваа слэш ТАСС На Украине внезапно озадачились охраной и оборонной границы с соседней Белоруссией, протяженность рубежа с которой составляет немногим более тысячи километров. До сих пор здесь у Киева особых проблем не возникало. Сплошь топи, болота и леса. Да и соседей Словения в хороших отношениях с Киевом. Конфликты, если и случаются, то больше бытового уровня. Типа сало нелегально провести. А тут вдруг такая движуха на границе. С чего-то вдруг северное стратегическое направление украинские генералы решили резко усилить. Для этого создается первая ФСУ и вообще на постсоветском пространстве отдельная пехотная егерская бригада, которая анонсируется как мощное подразделение спецназа. Предназначенная, догадываемся на раз-два, для противодействия вероломному наступлению российских войск. Собственно, будущие ягеря ФСУ – это бывшая 61-я пехотная бригада украинской армии, которая существует с 2015 года в составе корпуса резерва. И тихомирность той пары стояла в Черниговской области, ничем особым в боевом плане не выделяясь. Ни в каких сражениях за Донбасс не участвовала, упражнялась помаленьку на соседнем Гончаровском полигоне. Читайте также, Зеленского обязали принести клятву Бандире Главный декоммунизатор Украины поставил ультиматум новоизбранному президенту. Сейчас статус былых резервистов махом повысили до спецназа егерей. Вероятно, местных работников лесных хозяйств обяжут пройти соответствующую подготовку, чтобы владеть не только топором лесоруба, но и боевым ножом разведчика. В сообщении военного ведомства Украины отмечается, что подразделения бригады предназначены для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности и комплектуются только военнослужащими контрактной службы, которая имеет опыт боевых действий или опыт гражданской деятельности, родственной новой специфики бригады, охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств. Что за рембо-лесные появились в составе всунабранной из местных охотоведов спецназ? Или речь действительно идет о хорошо подготовленных специалистах-егерях, которые в любой армии всегда считались штучным товаром? Для понимания ситуации необходимо знать основной принцип формирования украинской армии, считает медиаконсультант Александр Зимовский. А он гласит, украинская армия формируется в Фейсбуке и Твиттере. И наоборот вне Фейсбука и Твиттера украинская армия, по большому счету, не существует. Поэтому мы и видим такую ситуацию, когда имевшаяся только на бумаге пехотная бригада резерва в СУ переводится, опять же на бумаге, в боевой состав. Уже как егерская бригада. Одновременно в Фейсбуке размещается объявление о наборе украинских лесников, браконьеров, охотников, промывщиков янтаря и любителей ставить силки на кроликов для службы по контракту в эту самую бригаду. Там есть потрясающая фраза, я цитирую, «Запитань проходжения службы и звертайтесь до администратора старинки. По вопросам прохождения службы обращайтесь к администратору странички». Чуть не забыл. У этой несуществующей бригады уже есть эмблема «Почтовый рожок». Или даже не «Почтовый рожок», а «Альпийский». Похожий на тот, на который учитель музыки Удря предлагал посмотреть Мадам Куку в известном фильме «Безымянная звезда». На лицо удручающая тактическая безграмотность авторов этой новости. Хайп есть хайп. Мы понимаем, но мочайство надо учить. Не бывает воинских частей специально для войны в лесу. Любой толковый пехотинец, даже не спецназовец, обучен действовать в условиях леса. Это один из элементов боевой подготовки пехоты в любой армии мира. В случае украинских егерей уж и растут из тех времен, когда деды нынешних украинских стратегов еще в полицаях бегали. Из тех времен к нам пришла легенда про горных егерей вермахта, парней из дивизии «Дельвейс» и прочую диванную романтику. Когда немцы столкнулись с упорным сопротивлением советских войск в лесной полосе между Днепром и Москвой, они пришли к необходимости избавить обычную пехотную дивизию от тяжелого вооружения и техники. Так появились гитлеровские легкие пехотные дивизии, которым со 6 июля 1942 года было присвоено название «Егерские». Тогда же егерям фюрера вручили и эмблему – три зеленых дубовых листа и один зеленый желуд на маленькой коричневой ветке. Но егерские части все равно, по сути, оставались обычной пехотой. Украинский марш в майских Крым граждане незалежны и шокированы – жизнь на полуострове дешевле, чем у них дома. Появление новой бригады в составе в СУС на многое претендующим названием «Егерская» вызвало на Украине приступ патриотической гордости. Егеря всегда считались своеобразной элитой действующей армии. Обрадовались, конечно, и местные охотники и лесники, у которых появится возможность получать за свой промысел, порой откровенно браконьерский, официальные выплаты от военных. Нашелся, как ни странно, и ответ на странное, на первый взгляд, место дислокации новой егерской бригады на границе с Белоруссией. Егеря, оказывается, поставлены сюда противостоять российской агрессии со стороны белорусских болот. На Украине убеждены, что еще после совместных масштабных учений Запад-2017 на территории Белоруссии остались некоторые российские воинские подразделения, сведения о которых в Москве скрывают. Припоминают в Киеве и о давлении Путина на Лукашенко. Где одной из просьб может стать предоставление коридора для российских танков от Чернягова до Киева всего-то 150 километров. В общем, Украине потребовалось срочно прикрыть такое хоть и очень тенистое, но, как убежден Киев, танкоопасное направление. В принципе, и цена вопроса не велика. Местные охотники с готовностью поменяют двустволки на автоматы, а телогрейки на армейские бушлаты. Только вряд ли кто-либо на севере Украины посягнет на позиции бригады. Стало быть, ожидает егерей почти курорт. Если, конечно, генштаб когда-нибудь от безысходности не кинет знатоков леса в степи Донбасса.